В Краснодарском крае 30 новых подтверждённых случаев коронавируса. Все пациенты контактировали с ранее заболевшими. Возраст заболевших от 19 до 76 лет. Всего на Кубани 290 пациентов с подтверждённым коронавирусом. По данным Краевого министерства здравоохранения, 49 человек выписано с выздоровлением, 3 человека скончались. Число пациентов в тяжёлом состоянии выросло до 19. До 130 увеличилось количество пациентов в состоянии средней степени тяжести. На 17 апреля в медицинские организации региона обратилось с подозрением на COVID-19 1193 человека, в том числе 185 детей. Продолжает стационарное лечение 498 человек, из них 69 детей. Под медицинским наблюдением в поликлиниках по месту жительства находится 6638 человек. Несмотря на то, что Кубань выбыла из пятёрки регионов-лидеров по числу больных коронавирусом, сейчас субъект занимает восьмое место в стране по заболеваемости. Пик заболеваемости в нашем регионе ещё не пройден. После обсуждения ситуации с медиками губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым в ходе заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции было принято решение продлить карантин до 30 апреля. Сегодня, невзирая на принимаемые нами гарантинные меры, количество инфицированных коронавирусом растёт. И вы это видите по статистике. Поэтому с учётом того, что мы не достигли ещё даже пика, и вот эта вот кривая пока идёт вверх и даже не думает повернуть вниз, с учётом вчерашнего обсуждения с нашими ведущими врачами и инфекционистами, я принял решение продлить карантин в крае до 30 апреля. Это вынужденная мера. Ещё раз подчёркиваю, мы не можем почти три недели провести в карантине, а потом взять и обрушить вот тот результат, который сегодня и есть. А он и есть, этот результат, потому что контролируемое количество сегодня инфицированных в крае. И мы примерно прогнозируем, что будет на следующей неделе с точки зрения обсеменения жителей нашего края коронавируса. Ещё раз подчётку. Ситуация контролируемая, и нам важно её оставить контролируемой. Я обращаюсь к жителям края, кто смотрит сейчас оперативный штаб. Ещё и ещё прошу вас убедительно, наберитесь терпеть. Друзья, уважаемые земляки, нету сегодня другого способа, как сберечь друг друга, кроме как подобрить карантин. Разные во всем по характеру, по цене ситуации. Разные. В том числе и по энергетике, которая внутри нас. Я знаю, насколько все вы активны, потому что мы Кубань, мы Краснодарский край. Но нужно, необходимо. Я знаю, какие слова подобрать, остаться дома. Остаться дома для того, чтобы сберечь себя, друг друга, близких, дорогих нам людей, родную нашу с вами Кубань и цветущий край. Принципиально. Прошу ещё раз понимания. И прошу того, чтобы на самом деле, кто слышит, передайте другим. Поддержки прошу. Простой человеческой поддержки. Ведь я тоже человек, у меня есть семья, есть дети. Я точно так же переживаю за своих детей, как и за ваши. Для меня все дети одинаковые. И все семьи одинаковые. И каждый житель дорог на версту. Ещё раз прошу понимания и поддержки. Условия продлённого карантина практически не изменятся. Беспропускное окно с 10 до 16 часов будет сохранено, что даст жителям возможность на своём автомобиле поехать на дачу или решить накопившиеся вопросы. Разрешено работать СТО, автомойкам, рынкам, но только тем, кто строго соблюдает санитарные нормы. Движение между муниципалитетами по-прежнему допустимо только по красным пропускам. Продлевать их не нужно. Общественный транспорт также будет ходить только в утреннее и вечернее время. Уже в это воскресенье весь православный мир отметит один из главных христианских праздников – Пасху. Но несмотря на величие данного события для всех верующих, важно прислушаться к рекомендациям и отметить праздник дома. Уважаемые земляки, хочу обратиться к вам с просьбой остаться дома в праздник Пасхи. Этот христианский праздник бесконечно дорог каждому верующему человеку. Но сейчас, когда опасная инфекция рядом, я очень прошу всех жителей воздержаться от посещения храмов. Патриарх Кирилл призвал верующих соблюдать самоизоляцию, молиться дома. По решению митрополита Исидора в храмах Кубани и пасхальных службах могут участвовать только представители духовенства. Владыка Феогноз просит всех верующих сохранять благоразумную осторожность и молиться дома. Праздничные богослужения можно будет посмотреть по телевизору или в социальных сетях. Также, в связи с тем, что в крае продолжается рост числа заболевших коронавирусом, прошу воздержаться от посещения кладбищ. Уважаемые жители, оставайтесь дома, не подвергайте опасности заражения себя и своих близких. Будьте здоровы! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!